Вот этот Амалек встречал всех евреев. Почему? Потому что евреи вышли очень богатые из Египта. И чем он козырился? Он козырился книгой Биль-Ам-Харша. Это был, как вам сказать, у него была Ковах-Тума, Сила нечистоты и колдовства. Это книга Биль-Ам-Харша, которая была правой рукой фараона. Сколько были у фараона помощников? Трое, правильно? Дай Бог мне подсказывать. Кто был это? Первый был Биль-Ам-Харша. Второй был Ятро. И третий был Ялацадиль. Вот три завестителя. Биль-Ам-Харша. Бо-Шар-Ам-Харша стал творить разные чудеса Вагим-Харшена. И Биль-Ам-Харша говорит, что это такое ты делаешь? Это все мелочи. Одним махом рукой над морем он построил крепость. Мушарабину увидал. Он испугался. И Бог говорит, да, он говорит, обладает этой силой Ковах-Тума, силой нечистоты. Но ты, говорит, не бойся его, говорит. Вот эта книга колдовства попала в руки Амалека. И он сказал, что я, говорит, уничтожу Хас-Машарон, еврейский народ, и заберу у него все богатство. Потому что Бог сказал Мушарабину, евреи пусть постучатся в любой дом и зайдут в любое богатство, чтобы они отдали евреям. Потому что это их богатство. Заработали потом евреев. Евреи там были 400 лет. А вот им Боисраин. Мы были рабами. Вот мы будем читать. И там все вот это написано. И Амалек что смог сделать? И я иду к тому, что Хас-Машарон, когда Мушарабину испугался, что он будет воевать против евреев, Мушарабину сказал, о, Бог, я, говорит, испугался, боюсь, говорит. И Хас-Машарон говорит, что ты никогда не бойся. Евреи никогда не будут воевать. Я, говорит, сам буду воевать против их врагов. 40 лет. Что только они не встретили. А дорога была всего лишь вот идти направо, 4 дня дороги. Почему 40 лет сделал Хас-Машарон? Потому что он чистил тех, которые не поверили Мушарабину. Например, возьмем тот вечер, когда, значит, он сказал, что Вы помните, когда последний вечер был только исход евреев из Египта, Хас-Машарабин сказал, что Мушарабин сказал, что пускай они китражей зарежут ягненка, или парашку, пускай, говорит, кровь помажут куда? На косяк. Не тот косяк, что ты говоришь. Это двери, рамка дверей. Двери, рамка. Что такое рамка? Мезуза? Что такое мезуза? Мезуза это не то, что мы забиваем. Написано парашач на Израиле. А мезуза это рамка дверей. Аль мезуза бетеха уша ореха. Ты, говорит, на рамку своего дома помах и входных твоих ворот. У дверей ворот. Уша ореха. Вы думаете, все сделали это? Как любят у нас мухарские. Дай богу, он сказал, ха, чья, что это ягна? И тысячами вымерли евреи. Потому что этот, последний, который был Макат Абахурим, это была смерть первенцев. Ашем сказал, что ангелу смерти ты, говорит, не пойдешь. Я сам, говорит, спущусь. В эту ночь сам Ашем спустился. И он проверял каждую дверь. Кто помазал эту кровь, которую привезли во все сожжения. Говорит, что порежьте, пожарьте, поешьте все. Но ничего с собой не собирайте. Пусть остальное сгорит оттуда. Это называется что? Кормом Песаха. Вот мы ждем праздник Песаха, да? Праздник Песаха у нас нет. У нас есть хак. Какой? Хак Амацок. Праздник Мацы. Мацы есть у нас. У нас Песах только есть Корма Песах. Корма Песах. Это приношение в жертву и в сосед сожжение. Но с того времени, когда у нас уже нет храма, нам у нас все запрещено. Только исполняют, кто такие евреи. Какие евреи. У нас есть евреи, которые живут в Израиле. Их называют Шомруни. Они только верят кому? Тора Мессина. Там написано Кашер. Ло Кашер. Анигизм.